Братья и сестры, сегодня я бы хотел вспомнить одно место из Священного Писания, которое нам говорит о гордости. И как вы думаете, какое место я прочту? Его даже можно, наверное, не читать, да? Отрывок из 1 Петра. Как звучит про гордость? Самое известное место, которое приходит нам на память. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сегодня я бы хотел немного поговорить о гордости, что нам об этом явлении говорит Священное Писание. Гордость в этом мире — это, наверное, даже синоним успеха. Мы, как верующие люди, часто порицаем это качество. Но вот вопрос, что это, качество или нет. А в этом мире гордость — это синоним, синоним успешного человека. Когда ты видишь, что идет такой надменный человек, люди сразу, ну, значит, он достиг успеха. Значит, ему есть чем гордиться, чем кичиться, да? А в нашем понимании, что такое гордость? Гордость — это слабость или грех? Гордость — мать всех пороков, вот брат говорит. Просто иногда есть такое, я не говорю, что поголовно, но такое восприятие к гордости, что это слабость небольшая. Или мы можем как недостаток ее воспринимать, ну, просто он немного гордый. Или слабость, а еще плохое воспитание. Ну, вот мальчик гордый, да, там, не хочет что-то делать. Ну, значит, родители плохо воспитали. На самом деле, вот все эти синонимы, которые… Это даже не синонимы, к гордости это не относится, потому что Библия говорит однозначно и понятно. И во многих местах, что гордость — это грех. Гордость — это самый большой, наверное, грех. И из-за гордости когда-то было даже разделение в Царстве Небесном. Потому что один ангел, он превознесся выше остальных, даже понял, что подумал, что он может там какие-то функции выполнять как Бог. И гордость внесло разделение даже в Царство Небесное. И мы не имеем права и не должны воспринимать гордость как порог или плохое воспитание. Как что-то такое, что мы… от чего мы можем избавиться. Знаете, есть такие грехи, с которыми мы иногда смиряемся или постоянно боремся. Ну, самое простое — это плохие слова, да? Ну, какие-нибудь паразиты. И от них мы правда можем избавиться. Очень легко. Просто собственными усилиями. Хотя Библия это порицает, но мы боремся, и мы можем своими усилиями как-то это побороть. А гордость — это неплохое воспитание. Это какой-то небольшой недостаток. Это огромный грех, который живет в каждой плотской, в плотском человеке. Мы с ним рождаемся. Мы с ним не просто должны как-то бороться, не замечать. Мы должны его искоренять. И знаете, в Библии, в первом Тимофея, там написано такой перечень условий, которые обращены к епископам. То есть в Библии написано, что кто желает епископства, хорошего желает, да? Но там есть условия. И одно из условий, из последних написано, он не должен быть молод, чтобы не возгордился. То есть не только, знаете, мы с вами как частные христиане или люди, которые ходим в дом молитвы, но также и братья, которые занимаются большим служением, они тоже могут подвержены быть такому серьезному греху. И это приводит не просто к поражению одного человека, да? А уже как бы к распространению этого греха. И поэтому Библия очень много раз нас предупреждает об этом. В Ветхом Завете более 180 раз упоминается гордость и производные от этого слова. Ну там надменность, кичливость. Но в Новом Завете почему-то меньше. Ну немного уделяется времени именно этому греху. То есть, а почему? Ну я не буду как бы говорить за Бога, который писал эту Библию, да? Но хотел бы отметить один такой факт, что в Новом Завете это уже время, когда пришел Дух Святой и время, когда образовалась Церковь. И когда апостолы писали послания, когда они писали письма с целью научить Церкви, как надо правильно поступать, то я думаю, что в это время уже работал Дух Святой. Уже работало Слово Господне. Дети Божьи уже не ветхозаветние, которые просто знали, что у них есть Бог и Тот, кто их создал. А дети Божьи, которые знали, что за них кто-то их создал, но также за них кто-то отдал свою кровь, кто-то положил свою жизнь, отдал огромную жертву. И в их сердцах, в их душах уже работал Дух Святой. И многие уже исправлялись, многие уже разворачивались, кто-то отрекался от этого греха. И я думаю, что именно, может быть, даже поэтому в Новом Завете очень, намного меньше упоминается об этом грехе. Но все равно такой грех, как гордость, он поразил очень большое количество людей. Я бы хотел обратить внимание еще вот на 1 Петра, который мы только что вспомнили. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Это вторая часть стиха. «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как мы поступаем с людьми гордыми? Вот если мы с вами видим гордого человека, как мы с вами поступаем? Ну, я не знаю, может быть, кто-то хочет подружиться, но нормальная реакция от такого человека удаляться и сторониться. И об этом даже Библия говорит. 1 Тимофея, 6 глава, 3-4 стих. «Кто учит инома и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению об благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, людьми поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие, служат для прибытка. Удаляйся от таких». Библия учит, что даже в Библии есть рекомендация, что если имеете общение с гордыми людьми, и это сразу видно по его речи, по его поступкам, по его мировоззрению, по тому, что он хочет вам рассказать, нужно удаляться. Но в Первом Петра, как Бог, так поступают люди, и так желательно поступать людям, но как Бог поступает? Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. Бог гордым противится. У Бога свой подход к гордым людям. Он ведет с ними борьбу. И если я гордый и нахожусь в церкви, то мне нужно готовиться к тому, что со мной будет вести борьбу сам Бог. Потому что от таких людей он не отрешается. Он, наоборот, разворачивается и ведет с ним противостояние, и ведет сопротивление. И если у человека есть ухо к слышанию воли Божьей, такое, знаете, кто-то говорит, тонко настроенное, но я думаю, что христианину надо иметь не тонко настроенное ухо, а широко открытое ухо к тому, что ему говорит Бог. Тогда он понимает, что что-то происходит не так. Через что? Да потому что, когда Бог действует в жизни человека, это сразу видно. Он может делать через других людей, через проповеди. Потом уже, может быть, как-то даже лично коснется, что-то произойдет в жизни. Тут нужно просто уметь слышать голос Бога. И если мы видим, что что-то в нашей жизни происходит не так, надо проверить свое хождение. Может быть, я хожу неправильно, и Богу это не угодно. Хотел также обратить внимание на такой признак гордости, как обидчивость. Я не говорю, что все люди обижаются только из-за того, что они горды, или второе отсюда можно, что если я общаюсь с человеком, и он обиделся, то он гордый, а я тут не виноват. Нет. Но нужно себя вести корректно с человеком. Но очень часто бывает так, что, и мы можем и в церкви проследить такую тенденцию, что гордый человек, он на что-то обижается. Хотел бы привести пример из Библии. Помните, был такой Ахитофел, это был самый первый, самый главный советник в какое-то время у царя Давида. И когда Авесолом хотел забрать власть у Давида, он тоже спросил совета у Ахитофела. Подошел и спросил совета. Но когда тот план, который они запланировали, не случился, все, дело распалось, и Давид остался у власти, Авесолом больше не пошел за советами к Ахитофелу, а пошел к Хусию за советами. И что сделал Ахитофел? Он был настолько гордый, что он просто написал письмо, а потом пошел и удавился. Иногда мы просто не можем смириться с тем, что нашего совета не спросили. Ну, есть у нас какая-то эрудиция или есть какой-то опыт в каком-то деле, и тут нас не спросили. Ну, и тут в дело вступает гордость. Такой первый порог сразу, что нас не спросили, нас не узнали. В церкви тоже есть люди, которые сведущи в каких-то вопросах. И тут раз и обошли стороной. Возможно, даже по разным причинам это происходит, но в человеке сразу играет гордость. И это первый знак о том, что нужно себя проверять, потому что гордость — это такой порог, который до добра не доводит. Как часто в жизни мы говорим, это не я, иногда, когда мы делаем какие-то дела, какие-то поступки, у нас у верующих особенно принято говорить не спасибо, если мы сделали какое-то добро, а слава Богу, да? А насколько легко ли нам сказать, что на самом деле за это дело, слава Богу, а не мне? Я бы хотел вспомнить два таких героя. Первый герой — это Гедеон. Помните, когда предстояло серьёзное сражение, и полководцем был выбран Гедеон, то когда всё закончилось хорошо, и Гедеон победил, то у Гедеона не было желания сказать, что «вот это сделал я» или «сделало наше войско». В Библии написано одной строчкой «меч Господа» и Гедеона. Это дело было сделано вместе. Гедеон как человек, как полководец, а Бог как наставник, тот, который позволил тому, что случилось, случиться. Потому что если бы Гедеон был гордым человеком, Бог бы его просто не поставил на эту должность. Или если бы даже поставил, ну просто здесь был бы гордый человек, возможно, это дело бы никогда бы не состоялось. И мы на самом деле на примере израильских царей, после того, как развалилось царство на два, царство, ну царство израильское на два развалилось, мы можем видеть, что с одной стороны было 14 царей до плена, и по другую сторону было 14 царей. И в итоге 28 царей было. Но, наверное, за единицы можно сказать только то, что они ходили пред Богом. Все остальные не ходили путями своих отцов. Они поступали нечестиво. Еще бы один пример, который я хотел привести, очень яркий, записан в Бытие 41 глава. Это Иосиф и 41 глава, 15-16 стих. Здесь очень красиво написано. «Фараон сказал Иосифу». Это когда фараон позвал Иосифа и хотел, чтобы он ему растолковал сон. Фараон сказал Иосифу, «Мне с ней шел сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Как красиво здесь написано и как часто мы говорим подобные слова. То, что тот дар или то, чем я сейчас обладаю, то, что я могу вообще сделать для кого-то, для тебя, для вас, для церкви, для любого человека, это не мое, это от Бога. И если Бог это дело благословит, оно пройдет хорошо. Это будет во славу и Богу, и мне, и тебе хорошо будет. Но как часто мы так говорим. Но не всегда я думаю, что даже говоря такие слова, как «Да все это во славу Богу» или «Это все благодаря Богу». Мы имеем чистое сердце и на самом деле так думаем. Еще один пример, который я хотел привести, это пример за царя Озия. Это один из тех царей, который начинал очень хорошо. Во время его правления народ стал жить очень хорошо. Он собрал большое войско, людей вооружил, людей научил воевать. Он придумал про Озию, вообще очень много интересного написано. Он занимался инфраструктурой своего царства, он там вводил какие-то новаторства, придумывал вооружения. Очень много хорошего сделал человек. Но когда Озия, 2 Паралипоменон, 26 глава, 15-16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его, на погибель его, и он сделался преступником перед Господом, Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре кодильником». Для нас сейчас, может быть, даже непонятно, что он сделал. То есть это был царь, и его работа была управлять государством, управлять войском, заботиться о людях. Но что он сделал? Когда он стал очень сильным, возгордилось сердце его. Он воспринял все дары, которые сейчас перед его ногами, все усилия, которые он делал, что это сделал он своими силами, не благодаря Богу, и он решил покуситься на самое святое. Он решил войти в храм и сам занять место с первосвященника Левита и совершить кождение. И его остановили, его остановили первосвященники, собралось 80 человек для того, чтобы его от этого отвезти. Но как только он захотел это сделать, еще в храме, на него напала очень большая проказа, и до самой смерти проказа не спала. Иногда гордость приводит человека к безумной дерзости или вообще к безумным поступкам, которые ему были несвойственны когда-то. Но гордость или высокомерие может к этому привести. Как противостать гордости? Знаете, есть такие практические моменты, практически, наверное, ухищрения, как сделать человека смиренным. Да и в Вифлееме, и вообще во многих местах культовых, где храмы есть, есть специальные двери. Такие низкие двери, всего лишь метр высотой. Для чего это сделано? Я думаю, вы догадываетесь, что это было сделано для того, чтобы когда человек заходит в храм, неважно, какой это человек, высокий, низкий, высокий рангом, там вообще неважно, кто это будет, он должен был склонить свою голову. И считалось, что это приведет к тому, что человек, поклонившись, пройдя через дверь очень низко, потеряет гордость и обретет смирение. Я думаю, что эти ухищрения или вот эти такие методы ни к чему не приводят. Возможно, даже сейчас, когда уже люди посещают подобные места, посещают храмы, они посещают их не для того, чтобы поклониться, а посещают просто как культовые места, какие-то красивые мемориалы. И к тому, чтобы потерять свою гордость, это не приводит. Не факт, что это приводило и раньше, когда это было только придумано. Но что на самом деле может повлиять тому, чтобы человек стал смиренным? В Библии написано, что смирению предшествует повиновение. Филиппийцам 2 глава, 8 стих. «Смирил себя», речь идет об Иисусе Христе, «смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной». И в каждом месте, в котором мы будем говорить о смирении, смирение — это качество, которое противостоит гордости, мы увидим, что там было послушание. Есть очень много мест, в которых написано, что человек должен быть послушен Богу. Дети послушны родителям. И в этот момент, когда в человеке вырабатывается положительное качество послушания, нужно кого-то слушать, гордость в этом человеке не будет расти. И все примеры, хоть положительные, хоть и отрицательные, которые я сегодня приводил, можем проследить такую тенденцию, что если человек был послушен Богу, то у него было все хорошо, но и гордости в нем не было. И с этим человеком Бог хотел иметь общение, хотел иметь что-то общее, и кому-то давал большие богатства. Я также могу привести очень много примеров, когда люди были послушны, но они не получали богатства, но они получали намного больше, они получали единение, общение с Богом. Об этом говорит весь Новый Завет. А люди, которые не умеют слушаться, не умеют кротости, не имеют послушания, такого, знаете, доброго качества, они не будут иметь тесного общения, тесной взаимосвязи с Богом, и не будут иметь ответа на свои просьбы. По крайней мере, это очень сложно. И если мы сейчас будем говорить о детях Божьих, которые находятся в церкви, то послушание для нас, послушание Богу, послушание родителям, старшим, повиновение — это залог успеха, чтобы искоренить в себе гордость. Нужно послушаться служителей, нужно слушаться церковь, нужно слушаться постановлений. И человек, который не воспринимает, не может этого понять, просто своим даже плотским умом, что ему будет лучше того, что он будет слушаться, будет послушан, с таким человеком разговаривает Бог. И если у него есть ухо, открыто ухо для общения с Богом, хотя бы он хочет услышать, что Бог ему хочет сказать, тогда у него есть шанс. Если этот человек совершенно глух, то здесь не то что человек, то и Бог не может достучаться до такого человека, потому что пробиться через гордость очень сложно. Я хочу напомнить, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о большом грехе, который Библия только так и называет. Это гордость. И гордость, она повлияла очень сильно на то, что мы видим сейчас в мире. Потому что и на протяжении истории гордость губила очень много и простых, и великих людей, и повлияла очень сильно на нашу историю. Поэтому, если мы хотим быть в общении с Богом и получать от Него ответ, хотим с Ним общаться, нам нужно смиряться, нам нужно быть Ему послушным. Аминь. 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 Продолжение следует...